Задача была сегодня рассказать от лица компании Гиперцветмет методы, которые мы используем в проектировании и реконструкции грандобывающих объектов на территории Российской Федерации. На эти два дня уже на разных сессиях слушал коллег про реконструкцию, как-то никто не говорил, звучали только новые объекты, Росатомс, коллеги про то, что надо, плавучие атомные станции и так далее. На самом деле в Российской Федерации очень много объектов, которые требуют глубокой реконструкции в целом подхода к производству, выпуску товарной продукции и на многих из них, по анализу, получилось, что выпуск товарной продукции, качество и количество намного ниже советских. Но это все советские предприятия. К сожалению, предприятие, о котором я хотел сегодня вам рассказать, в рамках конфиденциальности запретило использовать наименование, но я думаю, вы поймете, что это за объект и как он важен для нашего государства. Коротко, по Гиперцветмету, сейчас у нас 200+, 5 офисов с 29-го года, но это советский институт еще, задача которого была разрабатывать проекты по объектам металлургических металлов, также и горное отдело. Наука, проект и конструкторская часть. Сегодня мы изыскания делаем сами, проектируем, консалт-аудин основной наша часть. Бимы сильно развиты, занимаемся в том числе небольшими проектами по объединению участников поставок и строительства с конечными заказчиками. Ну, география, понятно, весь бывший союз, все СНГ текущее и все страны с лагеря, плюс основные союзники социалистические в рамках мира. Все эти объекты, которые здесь указаны, есть у нас в архиве. Архив Гиперцветмета, 95 лет сформирован, лежит, ждет своей части перехода в БИМ-модели. Теперь пойдем по непосредственно работе. Гиперцветмет с августа месяца стал генеральным проектировщиком одного из объектов на территории Российской Федерации. Объект это фабрика, рудник, инфраструктура. И на этом объекте не существовало и не существует пока до сих пор ничего, кроме планшетов по геологической информации. Ну, так получилось. Хотя предприятие очень большое относительно рынка и выпускает очень важную продукцию. С чего мы начали? Мы выполнили аудит исходных геологических данных и разрабатывали геологоструктурную модель. Разрабатывая исходными данными у нас были фондовые опубликованные материалы, в том числе мы не только с архива брали. И собирали и систематизировали информацию, которая находится на предприятии. Мы создали первичную геологическую базу данных, привязали это все, все эти растры и векторные данные в ПО гурногеологическом. Мы используем на сегодняшний день для работы Макромайд, Гисинтегра, Нанокад. Вот из всего этого у нас только Макромайн недружительный, мы смогли в моменте выхода закупить необходимое количество лицензий, но сейчас будем использовать Майнфрейм. Коллеги готовы и, в принципе, заказчики все к этому склоняют, поэтому в скором времени на этом объекте будет Майнфрейм. Мы создали базу данных с координатами устьев скважин, инклинометрию, интервалы опробования для того, чтобы выстроить. Вот это конкретно, срезы это оттуда, все, что мы сделали руками. Вот что начинает получаться. Потом мы сделали цифровку растров, я уже говорил, с привязкой к выбранной системе координат. Сейчас же координаты поменяли, да, и это ее осложнило, и в два раза получается всю работу. Мы построили каркасы при помощи цифровки изолиний кровли пластов и базы данных скважин с точками пересечения рудных тел по абсолютным отметкам. У нас разработана программа по цифровизации всего горно-геологического и гидрогеологического пространства этого предприятия. Мы планируем провести дополнительные геологические, геомеханические, геофизические и гидрогеологические исследования в совокупе с тем, что уже выполнено справа, это шахтное поле, белым это неосвоенные еще участки. Значит, помимо этого у нас стоит задача разработать новые системы разработки для неосвоенных участков и стоит задача вскрыть месторождение, на месторождении новые участки. Для того, чтобы это сделать качественно, нам необходимо знать тектонику на месторождении, трещиноватость, нарушенность. Это тоже все выполняется, используя геодинамическое районирование путем проведения определенных исследований. Идем дальше. На данном слайде уже показан третий этап. На третьем этапе мы геологоструктурную модель, но уже этот этап начался, она у нас лежит в основе создания геомеханических и гидрогеологических моделей. Это третий и последующий шаг в реализации создания цифровой модели всего месторождения. Он также производит с разработкой программы дополнительных исследований, введение электронной базы данных, актуализация моделей. И ведется разработка численной геофильтрационной, я уже выше про это говорил. Решаются прогнозные задачи и подготавливается блок реабилитации по развитию водоотливного комплекса рудника и системы мониторинга. Рудник старый, уже лет 70-80 работает. Вода одна из проблем, которые там есть. Поэтому для того, чтобы качественно решать эти задачи, необходимо иметь актуальную геофильтрационную модель. У нас все, что... Вот справа, это геофильтрационная модель, которую сделал недавно Гипроцветмет для одного из заказчиков Белгородской области с нуля за несколько месяцев. Дальше идем. Когда выполнили необходимую цифровку, подготовили модели для проектирования горных работ. Мы сделали, делаем модель горных выработок тоже в Макромайне пока, но повторю еще раз, у нас на сегодняшний день есть эта возможность. Мы оцифровали фактически пройденные выработки. У нас они оцифровались с планов горных работ в формате ДВГ и сканов маршредовских планшетов. Те данные были объединены в ПО для анализа расхождения и получения достоверных результатов. После создания данной модели мы, после создания модели ресурсных, ресурсной модели рудных тел, мы выполнили моделирование проектных выработок и рассчитали объемы горных работ. Подготовили календарный план и отработку запасов. Мы используем специализированные модули программного комплекса Макромайне для этого. Они сейчас это позволяют делать. На следующем этапе немаловажным элементом является вентиляция рудника. Все вы это знаете. Для этого мы используем программу ВЕНСИМ. И у нас сразу поэтапное создание проектной выработки и выработки, которые уже фактически используются. Схема вентиляции будет затрагивать необходимость установки перемычек парусных либо глухих для того, чтобы оптимизировать затраты на вентиляцию данного предприятия. Вот одна из задач. Я уже, к сожалению, времени нет. Детально останавливаться не буду. Но про современные подходы в проектировании у нас есть задача построить там слепой ствол порядка 400 метров в очень стесненных условиях. И для того, чтобы сделать эту работу наиболее оптимальным, мы были вынуждены рассмотреть не только традиционный бразерной способ, но и несколько еще. Один из них – это проходка восстающих механизированных. Вот здесь схематично указана принципиальная схема его выполнения. Там бурится лидерная скважина, потом вешается шарошка-расширитель, который увеличивает диаметр до необходимого. Оснащение ствола на период эксплуатации в части армировки и инженерных сетей происходит уже с полка, который на двух-трех лебедках там впоследствии монтируется. Это первый способ. Второй способ – это применение механизированного комплекса типа СКТ. Производитель у нас – это Скуратовский опытно-экспериментальный завод в Туле. Очень мощные ребята делают комбайны для проходки. Не все пока готовы с ними эти комбайны включать в проект, ввиду того, что нету референций больших. Но при этом это большая перспектива. Но использование этих комбайнов, особенно СКТ, по твердым породам, оно предполагает наличие многоразового использования. Это одна из задач. Традиционный бурозрыв, не буду останавливаться, и пилотный восстающий. Ну, здесь есть тоже ряд своих проблем, нюансов технологических, связанных с тем, что очень сложно пробурить лидерную восстающую скважину из нижележащих горизонтов на 300 метров. Там специалисты говорят про 100, то есть надо делать какие-то заезды. Но сам факт того, что подход, связанный с необходимостью использования дополнительных технических решений, обуславливает развитие данного направления в рамках нашей работы. Последнее, вот я много чего брал, там, говорю, к сожалению, время ограничили. Последнее предложение по системам. Там очень маломощные пласты, руды, которые используются для получения товарной продукции на сегодняшний день. Там до сих пор коллеги используют ручной труд практически везде. В свое время были попытки применить дополнительную механизацию, но все они так или иначе были признаны неудовлетворительными по своим качествам и показателям. У нас тоже также стоит задача применения новых видов техники. Вот слева вы видите разработку тонких жил бровой установки РБМ, а справа просто применение новой системы разработки. Гиперцветмет на сегодняшний день имеет возможности и компетенции в части разработки систем, параметров систем разработки, даже на таких сложных месторождениях. Поэтому у нас сейчас есть задача определить оптимальную вымощенную единицу, определить параметры систем, разделить эти системы по зонам использования. И одна из основных задач все-таки стоит, это дать заказчику право выбора, чтобы он мог выбирать из систем, которые обоснованы экономически и технически для дальнейшего использования. Это очень коротко и, к сожалению, без привязки к объекту с объектом был бы намного предметней разговор. Спасибо за внимание, спасибо организаторам за приглашение и за возможность выступить. Спасибо, Никита Александрович.